Доброе утро! Я рад приветствовать вас. Сегодня у нас 31 каст из серии «Завтра из Библии». С вами я, Вир Станкевич. И сегодня хотел поговорить вот на какую тему. В одном из тренингов, который я сейчас прохожу, домашним заданием является написать, в чем я считаю себя человеком, который, ну, будем так говорить, сделал что неправильно и теперь об этом сожалеет. В принципе, мне было тяжело это найти, потому что я очень редко сожалею о своих решениях, но, тем не менее, я нашел такой случай. И в связи с этим хотел бы, во-первых, я это, конечно, запишу в своем новашнем знании, но сегодня хотел в связи с этим вспомнить одно место. Их много, этих мест, но одно место очень такое важное. Об этом говорил Иисус своим ученикам постоянно. И в первом послании Петра, 5 главе, 8 стих написано. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И, в принципе, можно, конечно, насчет этого местописания говорить много, но я расскажу одну историю. У меня был друг, который был болен раком, очень тяжелой формой рака желудка, и проходил очень тяжелое лечение, но при всем этом он себя, в общем, фактически не берег, потому что он продолжал курить, он продолжал вести не очень здоровый образ жизни. Несколько раз попадал в больницу из-за того, что вот эти были всякие последствия. Я старался его навещать, с ним быть в контакте, но как-то раз, когда уже, ну, это уже было, так сказать, в последние дни его жизни, его не стало вот весной этого года, когда мы с ним общались, я пришел к нему домой, он выглядел, конечно, ужасно, и я решил, что я приду к нему буквально там через два дня для того, чтобы навестить его еще раз. Но прошли эти два дня, и как-то что-то я подзабыл, что ли, что мне на этот день нужно было к нему прийти. И я думаю, ну, все равно завтра буду в этом районе и заскочу к нему еще раз. И это был последний день, когда мы с ним разговаривали по телефону. И на следующий день, вот после того, как я решил к нему прийти и не пришел, потому что там что-то я там то ли забыл, то ли закрутился, я уже не помню, но на самом деле это не важно. Я приехал туда, куда мне нужно было приехать, встретиться со своими друзьями, и мне говорят, ты знаешь, что Израиля положили в больницу, прямо сегодня утром привезли по реанимации. Я говорю, нет, не знаю, что с ним, ну вот сейчас лежит в реанимации. Я собрался, поехал в больницу в реанимацию, он уже был без сознания, я, правда, видел его еще живым, то есть он еще реагировал как-то на все, что происходит, хотя был уже фактически на последних минутах. Я уехал оттуда через час после того, как мы с ним пытались общаться, но это было бесполезно. И тот, кто меня сменил там возле его палаты, он мне позвонил буквально через полчаса, я сказал, что Израиля был. И я вот, для меня, ну, смотрите, как бы то, что это должно было произойти, понятно, что должно было произойти рано или поздно, смерти никогда не бывает своевременной, но, тем не менее, вот этот момент, когда я первый раз пожалел о том, что я сделал, вернее, не сделал, зная, что у каждого действия и бездействия бывают последствия, что я не зашел к нему вчера и не видел его еще живым, может, не разговаривал с ним еще живым. Вот это был тот момент, когда я действительно пожалел о том, что не сделал. И для меня, вот, наверное, это является тем самым случаем, что урок, который я из этого извлек, нельзя забывать важные вещи, потому что мы, во-первых, не знаем, реально не знаем, когда что произойдет. Завтра может и не наступить. И все, что мы планировали сделать, нужно сделать сегодня, чтобы завтра ни о чем не пожалеть. Поэтому вот это местописание, ну, и все другие связанные с призывом бодрствовать, потому что не знаем, когда хозяин дома придет, бодрствовать, когда не знаем, когда последний день настанет, бодрствовать, потому что не знаем, когда сын человеческий придет. В данном случае, я думаю, что вот этот момент, когда действительно дьявол, как рыкающий реп, ходил и искал, кого поглотить, он поглотил его живьем. И душа его, конечно, не была с Богом, он, к сожалению, не покаялся перед отходом на тот свет, но, тем не менее, я думаю, что все-таки его жизнь была полна добрых дел, и на суде вполне возможно. Я очень в это верю. Что-то все-таки ему зачтется в оправдании грехов, хотя, не знаю, не мне судить. Я, к сожалению, не знаю, что у него на сердце было, но вот сам факт. Я говорю сейчас о себе. Я все-таки, конечно, извлек из этого урок, что если я чего-то наметил сделать, особенно позвонить кому-то из своих больных друзей, кому-то из взрослых, которые уже стали на этот момент стариками. То есть когда-то они были для меня просто взрослыми людьми, сейчас они стали стариками. И у них у всех есть куча болезней. И вот один из, опять же, моих наставников недавно перенес операцию тоже онкологическую. И я теперь стараюсь каждый день ему звонить и узнавать, как у него дела. Я знаю, что он не любит, когда к нему приходят его навещать, но ему нравится, когда я с ним разговариваю. Поэтому я звоню, с ним перезваниваюсь, потому что я не хочу потом жалеть еще раз, что я с кем-то, потому что я не бодрствовал, не закончил какой-то разговор или не ободрил его словом. И я вот этот урок, скорее всего, из себя сделал. Поэтому бодрствуйте. Вы не знаете, что произойдет завтра, вы не знаете, какой стул из тех, кто сидит сегодня с вами за столом, завтра окажется навсегда пустым. Ну, такая неоптимистичная сегодня такая передача. Но жизнь есть жизнь. И здесь есть многие разные моменты, когда нужно принимать решения и приятные, иногда неприятные, иногда пожинать последствия. Приятные и неприятные. На сегодня у меня все, что я хотел сказать. И до встречи с вами завтра. Завтрак из Библии, номер 32. С вами был Авера Станкевич. И до встречи. Спасибо за внимание. Пока.